Семь. Гаджимурат Хиромагомедов и Абубакар Вагаев прямо сейчас. Да, интересно, что Хиромагомедов даже постарше своего соперника, но заметно меньше боев он провел. У Хиромагомедова была карьера в любителях довольно долгая, а вот Вагаев сразу же дебютировал как профессионал. Ну и в поединке они оба предпочитают не раскачиваться красиво, а с разворота пробивает Хиромагомедов. Да, очень здорово начали разбрасываться на ногах. Пока никому это не удавалось еще в этом поединке, и только на ногах пока работают, что удивительно. Два раза попробовал по корпусу пробить Вагаев. Сразу появляется след на кубиках пресса у Абубакара Вагаева. Выцеливают друг друга, оба говорили... Ой-ой-ой, все-таки цепляет, перебиваю тебя Гаджимурад Хиромагомедов и подсекает сейчас Гаджимурада! Как жестко на этот лоу-кик среагировал. Встает на ноги Хиромагомедов, внимательно я смотрел, как себя ведет его колено, потому что показалось там очень жестко. Контратаковал лоу-киком его оппонент, и могло все что угодно там с ногами случиться, но крепкие ноги и крепкие колени у Хиромагомедова. Сразу же он бросает миддл-кик. Да, настоящий фейерверк сейчас просто вылетает из восьми угодьями. Искры, искры, сейчас появилось модное слово в российском инстаграме, они оба их обещали, и в общем-то обещание свое сдерживают в первые минуты этого поединка. Вновь миддл-кик от Гаджимурада Хиромагомедова, поджимает его Вагаев, тот двигается по окружности, но готов вот так отвечать. И тут же его ловит на встречном движении, но неудачно попадает в пах, и необходимо время немного для восстановления Гаджимураду Хиромагомедова. Тут же он находится рядом со своим углом, слушает подсказки своего тренерского штаба. И готов, готов уже продолжать, в общем-то, не такое сильное было попадание в пах. И продолжает, продолжает поддавливать Абубакар Вагаев. Здорово, очень хорошая двойка на встречу. Здорово, Аббер! А вот сейчас опасно, с правой руки попадает Хиромагомедов. Пытается ответить, очень быстро, очень большая скорость работы, как их хайкик! На встречу попадает Абубакар. Пытается сразу же реваншировать этот эпизод. Гаджимурад идет вперед, и, возможно, очень опасно это может быть, какая вертушка. Снова с разворота пробует пробить Хиромагомедов, снова делает это опасно. Опять, опять выцеливает Абубакар. Да, Абубакару, по-моему, Гаджимураду, прошу прощения, подсказывают, поймаешь. И сейчас очень эмоциональный в угол реагирует на попадание на это. Здорово на встречу Абубакар. Пытается зацепиться за тейкдаун, не удается. Как будто бы с таким слишком большим желанием Хиромагомедов атакует в этом поединке, и оно ему немного мешает. Может быть, только кажется это мне, но прям слишком он заряжен на удар, слишком заряжен на нокаут. Вовремя просунул руку под захват Гаджимурад Хиромагомедов, но здесь очень здорово, под корпус туда с очень короткого расстояния бьет Абубакар колено. Навстречу удалось руки все-таки завести за бедра, цепляется за сеткой временами Гаджимурад, и удается стащить все-таки на канвас. Неприятный удар в голову, встает Гаджимурад. Да, и борьба такая очень плотная в исполнении Вагаева. Изначально нам как раз-таки Загорский представил, по-моему, Хиромагомедова как борца, но это, в общем-то, логично. Мы сами говорили, что Абубакар пришел из ударных видов спорта, но какой плотный контроль, забрал спину и колени. Одно за другим он отправляет в левую ногу Хиромагомедова. Да, что самое главное, то, которое, возможно, было травмировано, и как раз целенаправленно туда работает уже несколько, в шесть, наверное, пришлось, и вновь продолжает делать то же самое. Абубакар пока не может Гаджимурад придумать что-нибудь такое, чтобы выбраться из этого положения. Колено очень неприятное могло прилететь в голову. Еще по бедрам. Смотри, как долго контролирует в этом положении Багаев Хиромагомедова. Ничего не получается сделать. Опять же, сейчас гримаса боли на лице у Гаджимурада. Я не могу понять, почему. Но он очень недоволен пропущенным ударом. И апеллирует, заметьте, к рефере. Как будто бы там в пах было попадание. Хиромагомедову не нравится то, что происходит в поединке. С разворота сразу локтем пытается ответить. Видно, что такая агрессия уже появляется. Он очень неприятный пропущенный удар. Гаджимурада Хиромагомедова стаскивает его все-таки облака. Фактически на канвас. Нет, умудряется стоять. Но за другим коленем отправляет Багаев чуть выше колена Хиромагомедова. И там много накопилось этих ударов. И если сейчас уйдут бойцы на перерыв, то можно предполагать, что сильно замедлится Хиромагомедов во втором раунде. Это левое колено. Запомним, в какой стойке будет стоять после этого Хиромагомедов. И как он будет легок на ногах. 10 секунд остается до конца первого раунда. Предполагать, что сильно замедлится Хиромагомедов во втором раунде. Это левое колено. Запомним, в какой стойке будет стоять после этого Хиромагомедов. И как он будет легок на ногах. 10 секунд остается до конца первого раунда. и очень плотный, неожиданно плотнейший контроль был в обрезке силы замедленных экспериментов в 2-м раме Долевое колено запутнив как у стойки Да, успел еще и высказать свои удовольства в адресной эфире Гаджимурат Гермагомедов сейчас садится на табурет, чтобы отдыхать пытался он взорваться в концовке в общем-то, практически ему это удалось но самое интересное перед еще впереди успел еще и высказать да, очень быстро у нас проходит перерыв видим мы, что у главы Гаджимурата Гермагомедова недовольны и вот здесь, кстати, забавно, что поскольку многие в защитных масках и в головных уборах находятся не удается разобрать, присутствует ли брат Гаджимурата Гамзат Хермагомедов в его углу не всех еще мы идеально знаем в лицо но тем временем у нас начинается второй раунд первым Аубакар Вагаев встает удалось мне услышать одну фразу от тренера, который по самостоятельству еще и тренирует Рустама Керимова сказал он он идет на тебя то есть необходимо делать какие-то встречные движения и сейчас посмотрим послушать ли свой угол Гаджимурат Хермагомедов нет, сам попер сразу же вперед да, было забавно, что только ты говорил эту фразу и Гаджимурат нескольких ударов на скачке пробил агрессивных очень то же самое делает очень сильно, очень агрессивно пошел вперед какие-то встречные движения и сейчас посмотрим послушать ли свой угол Гаджимурат Хермагомедов нет, сам попер сразу же вперед да, было забавно, что только ты договорил эту фразу и Гаджимурат нескольких ударов на скачке пробил агрессивных очень то же самое делает очень сильно, очень агрессивно пошел вперед Гаджимурат да, мейн-эвент конечно, совершенно сумасшедший выдается, достает вроде бы до челюсти Гаджимурата ответная реакция сразу же прилетает сейчас посмотрим послушать ли свой угол Гаджимурат Хермагомедов нет, сам попер сразу же вперед да, было забавно, что только ты договорил эту фразу и Гаджимурат нескольких ударов на скачке пробил агрессивных очень то же самое делает очень сильно, очень агрессивно пошел вперед Гаджимурат да, мейн-эвент конечно, совершенно сумасшедший выдается, достает вроде бы до челюсти Гаджимурат ответная реакция сразу же прилетает Абубакара на встречу, здорово да, мейн-эвент реакция сразу же прилетает Абубакара на встречу, здорово чуть подвижно сразу же начинает Абубакар Багаев и с двойки вернее, с тройки с почтальона отвечает Гаджимурат и опять попытка побороться да, даже секундомер у нас еще не успел появиться но обычно его выводят через 10 секунд после начала раунда ну и соответственно там на седьмой или на восьмой секунде раунда Багаев уже прижимает Хира Магомедова к сетке такая классическая история в тайском боксе клинч попытка поработать коленями но тут же ныряет в проход Абубакар Багаев и там вставленная рука не дает возможности ему бесполезненно пройти корпус все-таки отдает Гаджимурат сразу же садится для того, чтобы не забрался за спину плотно прилегает к сетке да, и вот то, что называют стаскивая наверное, сейчас делает Багаев то, что часто так советуют бойцы сопровождая это именно этим словом сейчас происходит тайцы вот за счет такого апперкота даже в этом положении попасть по голове Абубакара Багаева тот пытается отключить ноги для того, чтобы дальше абсолютно безнаказанно работать по голове да, ну и всегда сложно понять вот кто в такой ситуации больше сил вратит потому что это такая вечная тема для разговоров и здесь опять же очень много и от техники зависит и от того, кто как умеет концентрироваться или там расслабляться в нужных эпизодах ты говоришь, что же особый талант у бойца но мы видим, что Хиромагомедов все равно в любом случае устает потому что ему непросто и вот та плотность, которую создает Багаев она, конечно, делает свое дело ну и как физически готовы спортсмены несмотря на пандемию несмотря на все сложности абсолютно свежие и очень полные сил парни даже несмотря на то, что вроде бы проходит этот поединок в борьбе но как бы только что ты сказал еще не факт что уносит больше сил да, Хиромагомедов недоволен тем, что происходит мы видим, что он все понимает все чувствует но у него не получается чисто технически встать пытается контролировать руки но вот как раз таки наоборот ногами Багаев, по-моему, настолько здорово блокирует правую ногу, по-моему, он у Гаджи Мурата забрал да, вот отсюда как раз видно, что зажал он ее и встать не получается у Хиромагомедова здорово занял позицию Абубакар ничего пока не может противопоставить ему Гаджи Мурата но здорово встает ровно под мои слова да, и половина раунда еще остается может быть пытается уходить Гаджи Мурат Хиромагомедов здесь опять пытается уйти но за спину забирается боец из Чеченской Республики вновь встает и вновь падает целый калейдоскоп из этих действий да, Багаев сделал ставку на борьбу и пока эта ставка играет оказывается опять в таком своеобразном условном хавгарде сидящем на одном колене Гаджи Муратом Хиромагомедовым пытается подобрать вот это колено под себя еще руками Абубакар для того, чтобы отключать ноги да, до этого проигрывал Хиромагомедов Беслану Ушукову потом закрыл поражение от Адама Таунсенда и вот сейчас опять у него не очень хорошо все складывается в поединке с Вагаевым потому что у нас завершается уже третий раунд и как под копирку все 3-5 минутки прошли раз от раза сверху Вагаев локоть на отпушь неплохой но до этого Вагаев очень здорово попал с левого бокового отключает руку, посмотрите сейчас Абубакар Вагаев, но мгновенно ее возвращает еще слева попадает Абубакар да, абсолютно феноменальный контроль еще минуту проведут в третьем раунде и в целом в этом поединке спортсмены по корпусу не очень видно но заряжает там все равно постоянно обозначает эту активность все равно постоянно обозначает эту активность не останавливается ни на секунду Абубакар Вагаев для того, чтобы не поднимал раунде и стойки еще и локоть добавил ко всему прочему да, мне практически нечего добавить к твоим словам я прям понял, что поймал какую-то паузу просто потому, что она действительно настолько вот монотонная и при этом неумолимая работа от Абубакара Вагаева практически без изменений он держит на настиле своего оппонента многие предполагают, что что-то подобное будет делать Магомед Исмаилов в главном бою с Александром Емельяненко а он будет уже через несколько минут конечно, это очень интересно получится ли у Магомеда контролировать бойца который будет на 22 килограмма тяжелее ну что, концовка последние мгновения здесь вряд ли будет что-то сверхъестественное но взрывается Вагаев и добавляет еще все на это поднимает Абубакар Вагаев Гаджимурад и Хиромагомедова благодарит его за поединок наверняка Гаджимурад может быть недоволен собой потому что, в принципе, мы понимаем как, скорее всего, закончится этот бой да, тяжелый, тяжелый взгляд и просто так садится а вот расстройство Гаджимурад Хиромагомедов давайте еще раз посмотрим вот здесь была концовка здесь очень яркая взорвался Вагаев и вот-вот от Александра Загорского мы услышим имя победителя в соглавном бою сегодняшнего вечера Дарья, господа, ползаврешение Гаджимурад и Хиромагомедова единогласным решением судей победу одержал Абубакар Абубакар Вагаев и ненагласным решением судей побеждает Гаджимурада Хиромагомедова сетри раунды контролируем Гаджимурада Хиромагомедова